Здравствуйте, мои дорогие! Вы на канале Блондинка Жарит. И сегодня я буду готовить диетическое блюдо. Филе кролика в пароварке с овощами. Погнали готовить и будем с вами вместе кушать. Друзья мои, у меня вот такая вот вырезка из кролика. Вырезка идеально получилась в чашу для пароварки. Поместилась прям хорошо. Теперь я сюда буду класть овощи. Овощи я положила и теперь отправляю в пароварку. Мясо я поставила на 50 минут с овощами. И брокколи в другой лоточек я поставлю минут на 20. Все готовится, ожидаем. Ну что, мои дорогие, у меня все готово. Овощи кролик. Я не солила, я использую соевый соус. Мясо кролика очень мягенькое. Получилось филе. Замечательное. Друзья мои, картофель на пару. Замечательная вещь. Мягенько получилось. Морковочку единственное, я ее сделала вот, порезала. Надо было все-таки, наверное, побольше кусочки. Она так... Мне очень удобно. Лучше бы ее потом порезать. Ну что, возьму филе. Кролик замечательное. Мясо диетическое. Для больных с желудочно-кишечными заболеваниями. Гастриты, всякие колиты. Мне кажется, это на диете. И это просто идеально. Соевый соус у меня без глютена. Я вот так вот им поливаю. И начну кушать. Я люблю морковь на отварную, на пару, любую. Но картофель тоже я в любом виде люблю. Его нельзя не любить. Мне кажется, все любят картофель. Разно. Как ни странно, но я люблю брокколи. Просто отварной брокколи люблю. Брокколи на пару. Просто, ну, как можно его не любить. Я не знаю, мне нравится его вкус. Я его с соевым соусом. Или еще со сладким соусом люблю. Но у меня закончился соус сладкий ананас. Или манговый соус есть. Тайский. Ну что, попробую мясо? Нежное мясо кролика. Ммм. Ммм. Я вообще хотела брокколи сделать запеканку. Для тех, кто не любит брокколи. Сделать запеканку из брокколи. Сделать видео. Но я это брокколи потратила сейчас на свой обед. Запеканку сделаю позже. Ммм. А еще мне сказали, что едет лобстер. Едет лобстер, которого я буду готовить и снимать видео. Мне кажется, это очень интересная вещь. Ммм. Сказали, что большой. Вот не знаю. Не знаю, как я его буду варить. Большой. Если очень большой, я не знаю. Ммм. Надо думать. Ммм. Я на самом деле очень голодная. Но сегодня на завтрак я уже успела объесться конфет с моего новогоднего обзора. Ммм. На картошечку надо соевый соус. Ммм. Она и так, конечно, нежная. И вкус картофель раскрылся. Вот на самом деле, люблю в любом виде картошку, но на пару она классно получилась. Ммм. Такая нежная. Вроде и кусок картошки, а во рту она как пюре разводится. Но без вкуса молока и масла. Там как пюре мы кладем. А здесь такой чистый вкус картофеля. Очень даже классно. Ммм. Да, ну я такая голодная. Сейчас все это съем. Хотя, как сказать, можно об овощей сколько хочешь. Картофель это тоже. Его, конечно, нельзя в большом количестве, но на пару картофеля, мне кажется, овощ, морковь вообще бета-крофин полезная вещь. Мало моркови сделала. Надо было больше. Раньше я кушала все. Все. Вредное. Жареное. Сейчас я тоже кушаю, но меньше. Ммм. Так получилось. Детям нельзя. Дочери гастрит всякий вот это вот. Поэтому диета. Столы номер пять. Пришлось сюда делать вот такие вот на пару. А на самом деле, я любитель чипсов или там всяких таких вредностей, грыдушки, пиво. Ну, чипсы, кстати, я бы недавно покупала. Попробовала картофельные. И мне не так понравилось, как раньше. Раньше я прям вот могла три упаковки чипсов съесть. А сейчас не могу. Что-то я попробовала, думаю, а может, их не надо есть, может, и не надо было их покупать. Ммм. Не знаю. Надо еще раз попробовать. С пивом чипсов. Но мне нравится с пивом больше рыбы соленая. Типа вобла. Ну, хорошая вобла, потому что очень трудно найти хорошую воблу. Она вечна с каким-то привкусом, запахом невкусным. А хорошая вобла. Вот во вкус Вилли покупала нормальную. Надо искать. А с кем-то я еще картошечку. Давно я картофель не часто ем. Если только жарю его или пюре делаю вот так вот на пару, честно говоря, это я чисто к мясу сделала. Ну, он мне заходит, картофель. Лучше всех. Лучше всех люблю картофель. Честно говоря, батак не очень люблю. Он какой-то не такой. А вот он наш русский, настоящий картофель. Ммм. И я вот думаю, что клопстеру сделать еще. И вот я приготовлю. Я вот думаю, может морепродукты какие? Или отдельно морепродукты видео заснять? Не знаю даже. У меня есть из Испании вот видео не помню. Наверное, не знаю, осталось-не осталось. В Испании лобстеры и крабы. Ммм. Ну, я там такая загоревшая. Покажу, наверное, это фото. Я там очень загоревшая. Не знаю, почему особенно сильно я никогда не загораю. Специально, чтобы лечь. Ну, там бывает минут 30 полежу. Но там просто долго, наверное, находились в Испании. Поэтому я смогла загореть до темного состояния. Но использовала ведь солнцезащитные крема. А потом этот загар у меня дался где-то ну, где-то год точно он сходил. Он был все меньше-меньше, а потом сходил постепенно. Я не могу остановиться. вот прям ем-ем. Раньше я после еды первое, второе, третье, компот, десерт, пироженка обязательно. И вот мы с диетологом посчитали, я где-то 350-350- до 400 грамм углеводов в день потребляла. У меня диетолог сказала, что давай-ка снижай немедленно. Я как-то на диетик посидела, снизила, снизила. Снизила, снизила, но как-то я не на диете похудела, я чуть-чуть похудела, ну сколько, килограмм, 10 я скинула, но я скинула их 10 килограмм, а мне так не видно, кстати, 10, вот у меня первые видео, где я на 10 килограмм толще. Вот, ну не знаю, а может быть, не знаю, я не замечаю на самом деле, что худей, что толще. Я помню, я весила и 45 килограмм, 42 было время, но я тогда так приборела. Вот, 45 весила, это был мой нормальный вес, и я не могла поправиться вообще никак, я ела, 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 и не поправлялась. Это было хуже, чем худеть, то есть поправляться сложнее, чем худеть. Вот. И я снизила углеводы, по чуть-чуть, начала прям помаленько-маленько, понемножечку худеть, прям прям грамм по 100 на день уходила. Потом я заболела простудой, температуру 40, я снила, вообще ничего не ела, лежала, лежала, ломота появилась в костях, в суставах, в теле, и я чувствую, что я ничего не чувствую, запахи, духи, вообще ноль запахов было. Я думаю, блин, все, наверное, это коронавирус, вот. Хотя анализ не показал, тест такой домашний, он не показал. Ну, два дня не было запахов и вкусов, потом вернулись. Абсолютно не исказились, как говорят, то, что у кого-то искажается, у меня ничего не сказалось, но две недели я очень в тяжелом состоянии, ну, в таком, как тяжелом, в уставшем, просто лежала, даже вот встать, что-то сделать, видео снять, еще что-то, невозможно было. То есть, я все время лежала, чай попью, там, малинку заварю, медика возьму и лягу сразу, сил нет. сейчас, вот уже сколько, две недели с начала болезни, получше. Получше. Это морковочка. Ну, что, мои дорогие, если вам нравится формат такого видео, подписывайтесь на меня, ставьте мне лайки, комментируйте, а я с вами прощаюсь, пока-пока-пока.